ПО КИ Нужно ответить на вопрос. Давайте вместе переведем на русский язык. КОМБУ РУЛ ХЕЙО УЧИТЕСЬ? Давайте прежде чем посмотреть на ответы, сами попробуем ответить на этот вопрос. Можно ответить как ДА УЧУСЬ, ДЕ КОМБУ РУЛ ХЕЙО Либо НЕТ НЕ УЧУСЬ, АНИО КОМБУ РУЛ АНИО Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1 НЕ КОМБУ РУЛ ХЕЙО ДА УЧУСЬ Номер 2 АНИО КОМБУ ЭЙО НЕТ, ЭТО УЧЕБА Номер 3 НЕ КОМБУ ГА АНИЕО ДА, ЭТО НЕ УЧЕБА И номер 4 АНИО КОМБУ РУЛ ЧУВА ХЕЙО НЕТ, МНЕ НРАВИТЬСЯ УЧИТЬСЯ ИТАК, НАШ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ КАК РАЗ БЫЛ СРЕДИ ВАРИАНТОВ ЧОНГДАП Правильный ответ номер 1 НЕ КОМБУ РУЛ ХЕЙО Теперь давайте попробуем составить вопросы к остальным трем вариантам. Если ответ АНИЕО КОМБУ ЭЙО То какой же можно задать вопрос? Можно задать вопрос, например, Это книга, это будет звучать как ТЕГЕЕО АНИЕО КОМБУ ЭЙО НЕТ, ЭТО УЧЕБА Давайте посмотрим на вариант 3 У нас был ответ НЕ КОМБУ ГА АНИЕЕО Да, ЭТО НЕ УЧЕБА Вопрос будет простым КОМБУ ГА АНИЕЕО ЭТО НЕ УЧЕБА НЕ КОМБУ ГА АНИЕЕО Да, ЭТО НЕ УЧЕБА В последнем варианте был ответ АНИЕЕО КОМБУ РЫЛ ЧОВА ХЕЕЕО НЕТ, МНЕ НРАВИТСЯ УЧИТСЯ Получается, вопрос будет звучать как Вам не нравится учиться? КОМБУ РЫЛ СИРО ХЕЕЕО? АНИЕЕО КОМБУ РЫЛ ЧОВА ХЕЕЕО 1. ЧЕГИ МАНАЮ? Давайте переведем вопрос на русский язык ЧЕГИ МАНАЮ? МНОГА КНИГ Прежде чем выбрать правильный ответ, Давайте сами попробуем ответить Итак, МНОГО КНИГ? Да, КНИГ МНОГО НЕ, ЧЕГ МАНАЮ? Либо можно ответить как НЕТ, КНИЖЕК НЕ МНОГО ИЛИ КНИГ МАЛО АНИЕО ЧЕГ МАНСИ АНАЮ? Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов Номер 1 НЕ, ЧЕГИ ЕЕО? Да, ЭТО КНИГА Номер 2 АНИЕО ЧЕГИ ИСАЮ? НЕТ, КНИГА ЕСТЬ Номер 3 НЕ, ЧЕГИ МАНАЮ? Да, КНИГ МНОГО Номер 4 АНИЕО ЧЕГИ ЧОВАЮ? НЕТ, МНЕ НАВИТСЯ КНИГИ ЧЕГИ Правильный ответ номер 3 НЕ, ЧЕГИ МАНАЮ? Теперь давайте попробуем составить вопросы к другим вариантам Если ответ НЕ, ЧЕГИ ЕЕО Да, ЭТО КНИГА То какой же будет вопрос? Вопрос будет, ЭТО КНИГА? ЧЕГ ЕЕЕО? НЕ, ЧЕГ ЕЕЕО Если вдруг ответ такой АНИЕО ЧЕГИ ИСАЮ? Значит вопрос У вас нет книги? ЧЕГИ ОПСАЮ? АНИЕО ЧЕГИ ИСАЮ? НЕТ, У МЕНЯ ЕСТЬ КНИГА Если ответ АНИЕО ЧЕГИ ЧУАЮ, НЕТ, МНЕ НАВИТСЯ КНИГИ То вопрос будет, Какой? Вам не нравятся книги? ЧЕГИ СИРО ХЕЕЕО? АНИЕО ЧЕГИ ЧУАЮ ИИ-БОН ЧУСЫРЫЛ МАСЯЮ? Давайте переведём вопрос на русский язык ЧУСЫРЫ МАСЯЮ? Пьёте СОК? И давайте сами попробуем на него ответить На него можно ответить как Да, я пью СОК НЕ, ЧУСЫРЫЛ МАСЯЮ? Либо Нет, я СОК не пью АНИЕО ЧУСЫРЫЛ АН МАСЯЮ? Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов Номер 1 НЕ, ЧУСЫГА ОПСАЮ? Да, СОКО НЕТ Номер 2 АНИЕО ЧУСЫРЫЛ ЧУАХЕЮ? НЕТ, МНЕ НАВИТСЯ СОКИ Номер 3 НЕ, ЧУСЫГА АНИЕО Да, ЭТО НЕ СОК Номер 4 АНИЕО ЧУСЫРЫЛ АН МАСЯЮ? НЕТ, Я НЕ Пью СОК Среди вариантов был наш предположительный ответ ЧОНГДАБ Это номер 4 АНИЕО ЧУСЫРЫЛ АН МАСЯЮ? Давайте всё-таки попрактикуемся составление вопросов Если ответ НЕ, ЧУСЫГА ОПСАЮ? То вопрос, наверное, нет ли СОКО? ЧУСЫГА ОПСАЮ? НЕ, ЧУСЫГА ОПСАЮ? Да, СОКО НЕТ Если ответ АНИЕО ЧУСЫРЫ ЧУАХЕЮ? Значит, вопрос Вам не нравится СОК? ЧУСЫРЫ СИРОХЕЮ? АНИЕО ЧУСЫРЫ ЧУАХЕЮ? И если ответ НЕ, ЧУСЫГА ОПСАЮ? Да, это не СОКО, то возможный вопрос может прозвучать так Это не СОКО? ЧУСЫГА ОПСАЮ? НЕ, ЧУСЫГА ОПСАЮ? 3. ОНЗЕ ЧИНГУРЫ МАННАЮ? Давайте переведём вопрос на русский язык ОНЗЕ ЧИНГУРЫ МАННАЮ? Когда встречаетесь с друзьями или можно перевести как с другом или подругой На этот вопрос можно ответить как Мы назовём дату, либо мы можем назвать день недели, либо месяц и закончить предложение МАННАЮ – ВСТРЕЧАЮСЬ Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов НУМЕР 1 НЕЕЛЬ МАННАЮ? Завтра встречаемся НУМЕР 2 КЁ СИРЕЮ СА МАНАЮ? Встречаемся в классе Номер три. Встречаюсь с учеником или ученицей. Номер четыре. Встречаюсь с младшим братом, либо можно перевести как с младшей сестрой. Итак, нас спросили, когда вы встречаетесь с другом. И нужно ответить день или неделя или месяц дата. Наш правильный ответ номер один. Нээль маннаё. Теперь давайте попробуем составить вопросы к остальным вариантам. Итак, кёсиреса маннаё. Встречаемся в классе. Соответственно, вопрос должен прозвучать где? В классе. По-корейски одиеса маннаё. Кёсиреса маннаё. Где встречаемся? Встречаемся в классе. Хаксингэль маннаё. Значит, вопрос будет кого или с кем. С кем вы встречаетесь? Дугу рэль маннаё? Хаксэнэль маннаё. И 동생하고 маннаё. Итак, встречаюсь с младшей сестрой или братом. То есть, с кем вы встречаетесь? Дугу 하고 маннаё? Дугу сэнэль маннаё. Давайте переведём вопрос на русский язык. Тибе оттукэ каё? Вы на чём поедете домой? Соответственно, ответ может быть, что человек может поехать либо на такси, либо на автобусе, на метро. Например, тексиру каю, либо босыру каю и так далее. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. Чигым каю. Сейчас поеду. Номер два. Хаккёэ каю. Поеду в школу или пойду в школу. Номер три. Босыру каю. Поеду на автобусе. Номер четыре. Сонсэними каю. Учитель или учительница уезжает либо уходит. Итак, правильный ответ. Чжонгдап. Номер три. Босыру каю. Поеду на автобусе. Чибё туке каю. Босыру каю. Теперь давайте попробуем составить вопросы к остальным ответам. Чигым каю. Сейчас пойду. Значит, вопрос будет когда. Когда вы пойдете или когда вы поедете. Когда вы пойдете или поедете. Я сейчас поеду. Или пойду. Хаккёэ каю. Вопрос значит куда. Куда вы идете. Оде каю. Куда вы идете. Хаккёэ каю. Я иду в школу. Сонсэними каю. Значит, вопрос кто. Кто уходит. Дуга каю. Сонсэними каю. В этом задании нам нужно ответить на вопрос, о чем говорится в тексте. Для этого давайте сначала переведем текст на русский язык. Аботи нэн. Иса имнида. Мой папа доктор. Моя мама работает в банке. Или моя мама банковский работник. Даны четыре варианта ответов. Номер один. Чумаль. Выходные. Номер два. Пумо. Родители. Номер три. Пьенгван. Больница. Номер четыре. Оппа. Старший брат. Итак, у нас ключевые слова в этом тексте будут Абудзи, Омони. Что же объединяет или в какое слово или категорию мы можем объединить Абудзи, Омони. Чумаль. Это номер два. Пумо. Родители. Давайте переведем на русский язык. Пибимпаби мася сэмнида. Пибимпаб вкусный. Бульгоги ду мася сэмнида. Бульгоги тоже вкусное блюдо. Итак, ключевые слова в этих предложениях будут Пибимпаб и Бульгоги. Давайте теперь посмотрим на варианты ответов. Номер один. Нара. Страна. Номер два. Ёэль. День недели. Номер три. Сиган. Время. Номер четыре. Умсик. Еда. Такие слова, как Пибимпаб и Бульгоги, можно объединить в одну категорию. Еда. Чонгдаб. Правильный ответ. Номер четыре. Умсик. Но давайте посмотрим, если мы говорим о стране, то значит в тексте могут попасться такие слова, как название стран. Допустим, Россия. Россия. Хангук. Корея. Йонгук. Англия. И так далее. Если категория. Если категория Ёэль, дни недели или день недели, то значит в тексте могут быть такие слова. Орёэль. Понедельник. Хуайоэль. Вторник. Суёэль. Среда. И так далее. Категория Время. Если категория Время, то в тексте могут встретиться такие слова. Сээсси. В три часа. Сээсси самсип пун. В три часа тридцать минут. То есть в тексте должны встретиться такие слова, которые показывают нам на какое-то определенное время. Давайте переведем на русский язык. То есть Минсу учит учеников, и наше ключевое слово будет «он учитель английского языка». Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Кажок. Семья. Номер два. Най. Возраст. Номер три. Имя. Ирым. И номер четыре. Цигоп. Профессия. И так, в нашем тексте было имя Минсу, но говорилось, что Минсу учит учеников, и он учитель английского языка. То есть в тексте говорится о профессии Минсу. Чонгда. Значит, правильный ответ номер четыре. Цигоп. Давайте посмотрим на другие категории. Если говорится о семье, то в тексте могут нам встретиться такие слова, как «Омма», «Аппа», «Тунгзэнь». Если в тексте говорится о возрасте, то мы можем услышать слова, которые именно обозначают определенный возраст. Например, такие как «Сымусаль» или «Сашиптэ». Если категория «Имя», то в тексте нам встретятся имена, то есть нас будут представлять с определенными людьми и говорится, как их зовут. Давайте переведем на русский язык. Ундонгэль чуа хамнида. Мне нравится спорт. Нонггурэль ча жу хамнида. Я часто играю в баскетбол. Ключевые слова. Ундонг чуа хамнида. Нравится спорт. И Нонггу хамнида. Играю в бейсбол. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Итак, в тексте говорится, что человеку нравится заниматься спортом и он часто играет в баскетбол. Это означает, что баскетбол для него хобби. Правильный ответ номер три. Теперь давайте посмотрим, если категория погода, то в тексте могут встретиться такие слова, которые связаны с погодой. Например, пигаумнида идёт дождь, тупсымнида жарко, хыремнида пасмурно. Если тема или категория, которая относится к месту, то мы можем услышать или найти в тексте такие слова, которые относятся именно к месту. Например, хаккё, школа как место, пеклажём, универмаг или, например, гонгвон парк. Если мы говорим о шопинге, нам могут встретиться такие слова, как си-чанг, рынок, пеклажём, универмаг. Давайте переведём на русский язык. Я сегодня переехал. Или я сегодня переехала. Так как помог друг или помогла подруга, то переезд был быстрым. Итак, нужно найти ответ, который по смыслу подходит с текстом. Давайте выделим ключевые слова. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. Чингога иса рэль хэсэмнида. Друг переехал. Или подруга переехала. Номер два. Чэга цинггурэй туачусэмнида. Я помог другу. Либо можно перевести как я помогла подруге или другу. Номер три. Чинан чуэ иса рэль хэсэмнида. Я переехал на прошлой неделе. Или я переехала на прошлой неделе. Номер четыре. Исан чибэсо сиксарэль хэсэмнида. Поели в доме, в который переехали. Чонгдаб. По ключевым словам мы уже знаем, что правильный ответ номер четыре. Исан чибэсо сиксарэль хэсэмнида. Давайте переведем на русский язык. Охубута пига 왔эмнида. После обеда пошел дождь. Чонгэн у сани обсасао, так как у меня не было зонта, Кокчэнгрэсэмнида. Я беспокоилась. Кронде но, онника, старшая сестра, Усанэль казэгу. Вместе с зонтом. Хаккёапэсо кидарэгу 있었эмнида. Ждала меня возле школы. Давайте выделим ключевые слова. Охуби. После обеда дождь. Усани обсасао. Меня не было зонта. Онника, старшая сестра, Усанэль казэгу хаккёапэсо кидарэгу. Ждала меня возле школы зонтом. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Ачимэ пига нэрэсэмнида. Утром прошел дождь. Номер два. Чонэн оннэрэ кидарэсэмнида. Я ждала старшую сестру. Номер три. Хаккёапэ онника исосымнида. Старшая сестра была возле школы. Номер четыре. Чонэн хаккёээ усаной казэгуасымнида. Я взяла с собой в школу зонт. Итак, по ключевым словам мы знаем, что у этого человека не было зонта, и старшая сестра ждала возле школы, а дождь пошел после обеда. Чонгдаб. Значит, правильный ответ номер три. Хаккёапэ онника исосымнида. Давайте переведем на русский язык. Онэль 동생과 яксоки исосымнида. Сегодня у меня была встреча с младшим братом. Или можно перевести, как с младшей сестрой. Мой младший брат или моя младшая сестра очень был или была злым, злой. То есть мой младший брат был очень злым. Либо можно перевести так же, как моя младшая сестра была очень злая. Давайте выделим ключевые слова. Дон생과 яксоки исосымнида. Сегодня была встреча с младшим братом. Или младшей сестрой. Театры 잘 못 та서 неправильно села или села на метро. Ныкке 도착했습니다. На место встречи опоздал. Или опоздала. Дон생은 화가 났습니다. Младший брат был злым. Или младшая сестра была злой. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 저는 동생을 못 만났습니다. Я не смог или я не смогла встретиться с младшим братом. Или с младшей сестрой. 저는 약сок 시간에 늦었습니다. Я опоздал или опоздала на встречу. Номер три. 저는 약сок 장소를 몰랐습니다. Я не знал места встречи. Или я не знала места встречи. Номер четыре. 저는 동생을 많이 기다렸습니다. Я ждал или ждала младшего брата. Или я ждал или ждала младшую сестру. По ключевым словам мы знаем, что этот человек опоздал. 정답. Поэтому правильный ответ номер два. 저는 약속 시간에 늦었습니다. 네. Сегодня на лекции аудирования мы с вами попрактиковались в ответе на вопросы, а также в составлении вопросов. Если попробовать ответить на заданный вопрос сразу и потом посмотреть среди предложенных ответов, это может помочь быстрее найти правильный ответ. Также практика в составлении вопросов поможет вам быстрее понять, какой нужен ответ. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в ответе на вопрос, о чем говорится в тексте. В этот раз это были категории слов, и чтобы правильно ответить на вопрос, нужно было ключевые слова из предложений объединить в одну категорию. Также в других заданиях мы ответили на вопрос, о чем говорится в тексте, на ответ которого нужно было правильно выделить ключевые слова. Спасибо и всего вам хорошего!